МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лишний раз доказывает, что тема нашей программы очень актуальна. Безнадзорные животные, профилактика бешенства. Об этом мы сегодня поговорим с Артемом Юрьевичем Лабутиным, главным инспектором отдела муниципального контроля сельского хозяйства и охраной природы администрации Одинцовского района. Здравствуйте. Добрый вечер. Я напоминаю, что мы работаем в режиме прямого эфира. Это значит, что свои вопросы вы можете задать по телефону 8 495 508 86 84. Артем, я так понимаю, понятие безнадзорное животное, оно достаточно четкое. Есть определение. Вот кто может считаться безнадзорным животным? Да, безнадзорное животное – это животное, которое находится на территории городских, сельских поселений, возможно, вне территории этих поселений и, соответственно, без сопровождения других лиц. Данные животные могут находиться везде, в принципе, и в черте города, и за чертой города. Ну, соответственно, в целом это вот такое небольшое определение безнадзора. То есть хозяева, которые доверяют своим собакам самостоятельную прогулку, должны задуматься о том, что их животное в данной ситуации также попадает под это определение? Естественно, если животное не… у животного нет никаких признаков того, что оно чье-то, скажем так, то есть нет ошейников, нет, возможно, поводков, если это убежавшее какое-то животное, то, естественно, это животное по определению является безнадзорным. А сколько таких животных в Единцовском районе насчитывается? Согласно последним цифрам, которые у нас есть, которые, согласно мониторингу, который проводился в 2017 году, на конец года на территории Единцовского района находится порядка 1600 животных, в том числе около 1000 – это особи собак, соответственно. А каким образом этот мониторинг проводился? Мне кажется, достаточно сложно почитать, они то там, то тут, окошки вообще по подвалам сидят. Да, это такой достаточно трудоемкий процесс. Мониторинг проводился, соответственно, с выездами, с выходами на территорию, совместно с администрациями городских, сельских поселений. Наши сотрудники тоже, соответственно, выходили на территорию. И путем просто пересчета, учета этих животных ввелся, соответственно, мониторинг. А какова причина появления этих животных на улицах? Ну, вот такие самые типичные, назовем, чтобы люди понимали, что все не просто так, как кажется, сами по себе на улице животные не оказываются. Да, основной причиной, ну, зачастую становятся, соответственно, сами люди. Животные, ну, просто надо понимать, что животные в России, именно диких животных, в частности, допустим, если мы берем собак, да, их как таковых никогда не было. То есть все те животные, которые, безнадзорные животные, которые сейчас находятся на территории района, на улицах, это бывшие хозяины животные. То есть это животные, у которых когда-то были свои... Был дом, были хозяева, вероятно. Да, были хозяева, и, соответственно, это либо эти животные, либо их потомки. Родители, наверное, да, были домашние. Соответственно, основная, конечно, причина появления таких животных – это неответственное отношение к своим домашним питомцам, жителям и гражданам наших, соответственно, поселений. Очень большой объем животных – это убежавшие животные. То есть зачастую животные, допустим, если оно содержится на, допустим, частном участке, да, в сельской местности, оно может убежать, соответственно, также пополнить ряды тех самых безнадзорных животных. И тут, наверное, хозяева должны помнить о том, что можно на свою собаку повесить бирочку, сделать гравировку, но они с адресом, телефоном. В первую очередь о своих домашних животных должны, конечно, позаботиться их собственники и те, кто их, соответственно, завел. И позаботиться можно разными способами. Банально, да, начиная от какой-то небольшой бирки на ошейнике с контактными данными владельца, да, ну и вплоть можно установить животному путем инъекции чип, на котором будет содержаться вся информация о самом животном, о владельце, о местонахождении, о месте проживания владельца. Вот, соответственно, в случае потери, утери животного, если оно где-то попадется ветеринарам, всегда можно легко по этому чипу считать информацию. Это дорогостоящая какая-то процедура, или, в принципе, она по карману? Нет, это процедура недорогостоящая. То есть она, мало того, что недорогостоящая, она для животных абсолютно бесполезненная, соответственно. А для хозяев очень полезная, очень хорошая, на самом деле, процедура. Артем Юрьевич, я продолжу задавать свои вопросы. Мы сегодня говорим о безнадзорных животных и о людях, которые животных любят и стараются сделать им добро, например, подкармливают их. На самом деле это добро или все-таки это не есть хорошо? Смотря с какой стороны посмотреть. Если со стороны гуманности, то это, естественно, хорошо. Но зачастую люди забывают о том, что животные, которые попадают в окружающую среду, они дичают, и, соответственно, у них, они сбиваются в стаи, соответственно, у них появляется своеобразная иерархия, то есть от вожака ниже. И люди, у которых есть, допустим, в семье или на участке несколько животных, это прекрасно видят в том плане, что всегда ясно, что одни какие-то животные условно начинают есть первые, другие последние. Одни бегают по всему дому, другие только в одной условно комнате. И, соответственно, то же самое проявляется и в окружающей среде, потому что собаки начинают собираться, ну, в частности, если собаки мы берем, начинают собираться в стаи, в тех местах как раз-таки, где у них есть способ питаться. Соответственно, если люди начинают их подкармливать, они в одном случае, конечно, помогают животным, но в том же время они создают для себя опасную ситуацию, когда эти животные начнут защищать свою территорию, на которой они обитают, от всех других людей и животных, которые начинают мимо проходить, допустим. Соответственно, тут надо подходить к этому вопросу очень... Аккуратно? Аккуратно, да, потому что очень вопрос такой специфический. О главных причинах появления на улицах безнадзорных животных на совещании, которое прошло в администрации Одинцовского района, высказался и представитель территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области. Я предлагаю предоставить слово Галине Сибикиной. Ни одним законодательным актом не определены правила содержания животных. И ответственность каждого человека за то животное, за того питомца, которого он любит. Основной вопрос сейчас у нас, который у нас грядет лето и осень, это работа с садоводческими товариществами, с председателями садоводческих товариществ. Нужно определять правила содержания животных, нужно находить тех активистов, которые будут отслеживать, смотреть, кто привез животных, как привез животных, что произошло после того, как он съехал домой в Москву. У нас осень – это основной улов отлова животных, когда они потом начинают бегать стаями. То есть у нас и детки в школу идут, и животные табуном идут у нас туда же. Почему? Потому что есть прикормочные базы, я буду говорить эмоционально, но, наверное, простым языком, доступным для всех. У нас при каждом детском садике, при каждой школе есть пищеблок. У нас достаточно много точек общественного питания, не говорю о ресторанах больших и кафе, о тех шаурме и так далее и тому подобное, которые у нас есть, прекрасная прикормочная база. Мы все любим животных. Покажите мне, кто не любит животного. Каждый любит животного. Но пока мы не начнём воспитывать наши подрастающие поколения, мы уже немножко потеряли наше взрослое, пока мы не ведём в уроки общественного основ безопасности жизнедеятельности, пока в уроках биологии не будут вот те основы нашего гражданской позиции и нашей ответственности, а самое главное, что пока на законодательном уровне всё-таки не решится вопрос необходимости определения ответственности и разрешения полномочиям органам УВД и всем остальным структурам всё-таки принимать меры к тем лицам, которые не соблюдают правила содержания животных. Наверное, переломить ту ситуацию будет достаточно тяжело. Артём, согласны с коллегой по поводу ответственности за содержание? Да, конечно, полностью согласен, что ответственность нужна, и в первую очередь это нужно для самих же людей, для их же безопасности. При этом ответственность должна быть в том числе за домашних животных, которых мы выгуливаем иногда без поводка и без наборника, хотя по правилам должны быть. Да, всё верно, это должно быть в первую очередь даже, я бы сказал, для касательно домашних животных, потому что по большому счёту все эти домашние животные, когда-то, вернее, все эти безнадзорные сейчас животные, которые на улицах находятся, они когда-то были домашние. Мы работаем в прямом эфире 8495 508 86 84. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Людмила. Да, я бы хотела задать вопрос. Ну, во-первых, хотела бы сказать, что тема действительно очень такая важная для нас, людей, живущих в городе. Есть, конечно, животных, конечно, жалко, мы должны их любить, но, тем не менее, бывает и пострадавшие от них. Ну, тут вопрос такой спорный. Ну, вот у меня вопрос совершенно конкретный. Вот, допустим, идёт человек и видит на улице бездомное животное, собаку, агрессивно ведущую себя, нападающую. Вот куда обращаться, кому позвонить и как быть в таком случае? Спасибо, Людмила, за вопрос. Куда звонить? Да, спасибо. В первую очередь, надо не звонить, а как-то побеспокоиться о себе и, в первую очередь, обезопасить себя. То есть, желательно каким-то способом избежать встречи с таким животным. Но, если всё-таки такая встреча произошла, позвонить после можно по телефону. Данный телефон размещен на сайте администрации Одинцовского района, непосредственно мой рабочий номер. Соответственно, вы объясните заявку, сделаете, вернее, заявку, объясните ситуацию, и, соответственно, мы будем принимать меры в соответствии со своей компетенцией уже. На доброделе можно оставить сообщение? Естественно, если, допустим, мы сейчас говорили про такой частный случай встречи непосредственно, если просто, допустим, люди наблюдают каких-то безнадзорных животных на территории, допустим, детских площадок, просто вот на улицах, да, естественно, можно подать обычную заявку на отлов путём либо личного обращения в администрацию, либо поселение, либо также к нам в администрацию района прийти. Либо можно в электронном виде также подать эту заявку, также на сайтах администрации. Или же, да, всеми любимым портале Добродел, естественно, можно тоже оставить эту заявку. Галина Сибикина в своём комментарии подняла вопрос дачников на дачные сезоны часа. Действительно ли в этот период проблем становится больше по части безнадзорных животных? Проблем становится больше после того, как эти самые дачники начинают обратно уезжать в места своего постоянного обитания, то есть в квартиры, в города. Основной поток, правильно сказала, что идёт по осени, в соответствии с тем, что многие люди на летний период, приезжая на дачные участки, решают завести себе питомца. Кошечку, чтобы мышек половила, собачку, весело с ней. Да, и потом, после того, как летний сезон оканчивается, многие люди понимают, что они либо не могут содержать их в домашних условиях, в плане в квартире, либо не хотят, и зачастую оставляют таких животных просто на участке, либо просто отпускают. Потом пишут жалобы на Добродел, какой кошмар бегают стаи бродячих собак. А вот какая профилактическая работа с ними проводится, возможно ли она вообще, что в Одинцовском районе в этом плане делается? Да, работа проводится ещё с начала года, буквально на прошлой неделе, 18 апреля проводились собрания с председателями садоводческих товариществ, в том числе как раз-таки на тему безнадзорных животных. И как раз-таки обсуждался вопрос о том, чтобы председатели донесли до своих жителей, которые приезжают на летний сезон и вообще, в принципе, которые круглогодично проживают на дачных участках, оба ответственности за своих питомцев, чтобы не было такого, что в конце сезона летнего животные просто выпускались на свободный выгул и оставлялись, грубо говоря, в сельской местности. Мы немного про отлов уже сказали, но мне кажется, надо поговорить более подробно. Есть в Одинцовском районе программа ОСВВ. Это отлов, стерилизация, вакцинация и возврат в среду опитания. Артем Юрьевич, расскажите, пожалуйста, поподробнее, что это за программа, как она работает? Программа – это утвержденная Главным управлением ветеринарии Московской области, по которой сейчас работает, собственно, вся Московская область, и в частности, наш Одинцовский район. Она заключается в том, что из, соответственно, аббревиатуры понятно, что животных отлавливают и в конце выпускают на место. Ну, скажем так, основные этапы вот этой программы заключаются в чем? К нам поступают в администрацию заявления от граждан, от администрации сельских и городских поселений. Мы эту информацию собираем, отправляем той организации, которая занимается у нас отловом животных, соответственно, которая выиграла у нас контракт в этом году. Они после того, как принимают заявку от нас в течение трех суток, обязаны выехать на место, соответственно, разобраться в ситуации. Насколько я понимаю, в течение трех суток, если животное не агрессивно, не представляет какой-то угрозы. Все верно, да, если животное не агрессивно, если животное представляет какую-то опасность для жителей, для граждан, естественно, они выезжают максимально быстро, то есть в тот же самый день зачастую. Соответственно, когда они приезжают на место, животное отлавливаются гуманными способами, при помощи приманок всяческих, снотворного, да, вот, и отправляются в пункт, так называемый пункт передержки, то есть на карантин от бешенства, это обязательное условие, на срок 10 дней. Соответственно, после этого, после истечения 10 дней, животным проводится, соответственно, ветеринарная процедура, ветеринарное обслуживание, производится чипирование, постановка метки, на ухо в частности. И, соответственно, на данном этапе определяется физическое состояние животного и, скажем так, социальное. То есть, если животное представляет угрозу для жителей, либо если у него есть какие-то физические травмы, несовместимые с жизнью, то животное, к сожалению, подвергается эвтаназии. Все остальные животные дальше отправляются на 14-дневный срок послеукционный. Соответственно, по истечению этого срока всем животным поголовно проводится операция, стерилизация. И, соответственно, там разные сроки есть у самцов и самок, да, выдержки после операции. Но после всех этих процедур, соответственно, животное уже выпускается вместо отлова. Насколько я понимаю, вместо отлова, оно изначально было зафиксировано, что это собака именно с этой улицы. И, соответственно, ее мы туда-обратно возвращаем. Да, естественно, при отлове составляется акт отлова с описанием места, с адресом точным, где отловилось животное, с датой отлова, с количеством животных, потому что зачастую их несколько. И, естественно, в соответствии с этими актами животное выпускается на место. Насколько я понимаю, и на этом совещании, и, в принципе, очень много споров вызывает вопрос возврата животных в среду обитания. А если не возвращать на улицы, то куда можно идти вот этих невозвратных животных? В частности, как работаем мы, могу рассказать. Все животные, которые по тем или иным причинам, по физическим или социальным, тем же самым причинам не проходят, скажем так, отбор, и не выпускаются на место обитания, они все остаются на территории приюта, который организован на организации, которая занимается отловом. Соответственно, все животные, которые находятся на территории приюта, любой гражданин может обратиться с заявлением, не только гражданинная организация, может обратиться с письменным заявлением о том, чтобы это животное ему дали на содержание. Соответственно, после заявления составляется акт выпуска животного, в котором четко написано, кто его забирает, с адресами, с телефонами, чтобы также это животное, в случае чего, можно было определить. Когда поднимается проблема безнадзорных животных, сразу же всплывает и другая профилактика бешенства. Это инфекционное заболевание, между прочим, опасное не только для братьев наших меньших, но и для нас самих. Подробнее о нем расскажет заведующий травмпунктом Одинцовской ЦРБ Сергей Ходорев. Бешенство – это заболевание, которое относится к особо опасным инфекциям. Действительно, 100%, если человек заболел этим заболеванием, то он, в общем-то, один-единственный исход, это только смертельный. Это острое инфекционное заболевание, возникающее только после укуса зараженного человека, передающееся только через укус, либо оцарапанное, либо ослюнение кожных покровов пациента. По данным Всемирной организации здравоохранения, в бешенстве ежегодно умирает более 55 тысяч человек во всем мире. В Российской Федерации в 2012-2017 год зарегистрировано 24 случая смерти людей от заболевания бешенством. Основной причиной, еще раз подчеркну, является, естественно, контакт с бешеным животным и, естественно, поздним обращением за вакцинацией, либо вообще не обращались за вакцинацией, профилактической вакцинацией. Значит, профилактическая вакцинация предупреждает развитие заболевания, чтобы не заболеть, либо заболеть, но в легкой форме. В прямом эфире телекомпания «Одинцова» программа «Актуальное интервью». Сегодня мы обсуждаем проблему безнадзорных животных и профилактику бешенства. Телефон 8495 508 86 84. Дозвонившись по нему, вы можете задать свои вопросы по теме сегодняшней программы. Переходим к второй части. Это вакцинация бешенства. Мне кажется, многие владельцы домашних животных уверены, что их питомцев прививать не нужно. Они домашние. Ну, что с ними произойдет? Они нигде особо не бывают. И это заблуждение. Прививать надо. Да, естественно, прививать надо. И желательно чем раньше, тем лучше. Животное, даже домашнее, может очень легко заразиться бешенством путем банальной игры с другим животным. Да, потому что, извиняюсь, потому что, собственно, этот вирус, это инфекционный вирус, он передается и в том числе через слюну зараженных животных. А слюна животных начинает быть зараженной еще за две недели до того, как появятся первые признаки, собственно говоря, бешенства. То есть в течение двух недель еще до того, как вы сможете определить, бешеное животное или нет, оно уже может быть бешеное. Соответственно, животное, которое, ваше домашнее, с ним поигралось на улице, может быть в процессе игры просто обслюнявлено, банально, либо укушено. И, соответственно, так вирус может попасть в организм животного. И если прививки нет, то, соответственно, неминуемое заражение и дальнейшая гибель. Да, бешенство – это такая очень опасная болезнь, которая развивается очень стремительно после того, как появятся первые признаки заражения. И, соответственно, если не сделать профилактической прививки своему домашнему животному, в течение, ну, обычно в течение пяти-шести дней животное просто умирает. А здесь, тем более, невозможно узнать, было заражение или не было, если это всего лишь слюна. Со слюной имелся контакт. Насколько я помню, вот из этого совещания чаще всего источником бешенства являются дикие лисы и как раз животные домашние, которым вовремя не сделали прививку. И при этом даже диких лис есть какой-то способ вакцинировать, какие-то дозы с вакцины разбрасываются, правильно? И сложности, по идее, привить домашнее животное никакой нет, потому что прививки доступны. Прививки, да, доступны. Можно обратиться в любую ветеринарную клинику государственную. Соответственно, сделают эту прививку, занимает очень мало времени и, соответственно, оберегает домашнее животное от таких вот не очень хороших последствий. Какие меры профилактики в Одинцовском районе по части бешенства предпринимаются? Что делается для того, чтобы случаев было как можно меньше? В частности, в Одинцовском районе мы принимаем меры, в первую очередь, по информированию, конечно, жителей о том, что из себя вообще представляет бешенство, о том, как оно проявляется, как его можно определить. Соответственно, мы через городские, сельские поселения района пытаемся донести до жителей путем листовок, всяческих на информационных стендах эту информацию. И, соответственно, проводим также небольшие совещания на эту тему, куда приглашаем общественность, в том числе и наших коллег с других государственных служб. Проводится плановая, такая массивная, скажем так, программа по информированию жителей, в первую очередь, да. Ну, насколько я понимаю, жалобы на безнадзорных животных все-таки поступают. Если, не дай бог, произошла какая-то встреча на улице, ну, предположим, со стая собак, что делать? Бежать, хватаясь за голову, сесть голову, закрыв руками. Какие меры безопасности стоит предпринять? Бежать, естественно, нельзя, потому что, если брать собаку, то это животное, оно гораздо быстрее бегает, чем человек. Соответственно, бежать не получится. И тем ему, наверное, интереснее будет. Да, соответственно, многие животные начинают воспринимать как игру. Ну, основной принцип, как можно, скажем так, снизить вероятность каких-то укусов, это, как это не банально, это покричать. То есть, животные зачастую боятся либо командного голоса, либо просто громкого голоса. Так как животные изначально были домашние некоторые, привыкшие к командам, они могут либо отступить, либо, ну, хотя бы у вас будет время, чтобы уйти куда-то, допустим, в подъезд или, ну, как-то скрыться из поля видимости, скажем так, животного. Вот, естественно, нельзя махать руками, потому что так же это может восприниматься как игра. Палкой, наверное, тоже не стоит защищаться. Ну, тут такой вопрос. Или поможет? Может и помочь, да. Можно, в принципе, так же, если есть возможность на земле какие-то, допустим, камень или там снежок, допустим, зимой отогнать, именно вот показывая вот это вот действие свое. То есть, когда животное видит, что на него чем-то замахивается, оно начинает как минимум не так уверенно себя чувствовать. Вот. И, соответственно, может отступить. А вот, может быть, есть какая-то статистика или, может быть, типичные ситуации, в которых люди сами провоцировали собак на вот это проявление агрессии? Статистики как таковой нету, да. Какие типичные ошибки, которые люди совершают при встрече с бездомными животными, с безнадзорными? Ну, типичные ошибки – это, в первую очередь, люди зачастую, проходя мимо каких-то животных, которые, может быть, их просто не нравится, да, могут либо испугать животное, либо ударить. Соответственно, после этого они могут ответную реакцию получить в плане укуса, нападения. В плане логичной реакции. Да, да. Соответственно, достаточно много таких обращений поступает. Но, опять же, профилактическая работа с населением ведется в этом плане, и стараемся как-то информировать население. Безусловно, ответственность за такое количество бездомных животных на наших улицах на человеке, как ни крути, в их проблемах виноваты мы сами. Но, по статистике, насколько я помню, с того самого совещания, чаще всего укусами подвергаются владельцы домашних животных. То есть, домашние животные кусаются чаще, чем бездомные. И это, опять же, ответственность нас с вами, то есть, людей. Поэтому мы в ответе за тех, кого приручили. Это не просто красивые слова. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на канале ОТВ. Субтитры подогнал «Симон»